Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами вновь разговариваем об укоренении черенков винограда. А точнее мы с вами поговорим о том, зачем нам все эти сложности с укоренением, с подбором средств, с использованием укоренителей, еще кельчевателей, еще какие-то штуки, если можно тыкнуть, ну и в общем-то все прорастет. Сегодня я немножечко расскажу о своем опыте, а на вопрос зачем, я думаю, что вы сами сможете ответить себе в конце этого ролика. Итак, с одной стороны виноград растение, которое укореняется очень хорошо, если бы не одно но. А это но заключается в том, что разные сорта винограда укореняются по-разному. Некоторые действительно укореняются великолепно, во всем чем угодно, а другие не очень. Привожу реальный пример из нашей практики. Несколько лет назад у нас остаток черенков стоял на балконе. Да, балкон застеклен, но западная сторона в апреле, в мае, туда уже приходит яркое солнце. Мы эти черенки на укоренение не ставили, потому что некуда было, да и особо незачем. И вот так черенки себе и стояли. На солнце, правда, ну в пакете. Пожалели выкидывать. Пришел май месяц, мы отвезли это на дачу и тыкнули просто в теплице. Нарезали и тыкнули. Без вымачивали, без чего бы то ни было. И было там два сорта. Первый был реформ, который начал прорастать. Из 10 черенков проросло 8. Второй была лора. И не проросло абсолютно ни одного. Вот, яркий пример. То есть, да, действительно, одни могут укореняться великолепно. Другие могут укореняться, может быть, плохо, может быть, долго. На самом деле, лора нормально укореняется, но в других условиях. Вот такие вот слишком жесткие, да, когда не вымачивали, когда все подсохло, когда просто тыкнули, для нее не подходит. И любое растение, любой вообще живой организм, он у нас живет в открытой системе, когда на него воздействует множество различных факторов. И мы не всегда можем учесть все эти факторы. Бывает так, что даже семянки какие-то купишь, один раз все классно прорастут, второй раз буквально ничего. Вроде кажется, и пачку одну покупаешь. Ну, все одинаковое. А почему-то не происходит. Даже, смотрите, лунный календарь, да, кто-то верит в него, кто-то не верит. Я им не пользуюсь, ну, мне просто как бы не до этого. Но очень много людей им пользуются. Значит, что-то в этом есть. Так вот, вернемся к нашим виноградам. Почему мы все это делаем? Потому что прорастает все по-разному. И вот в ролике, где я рассказывала основные важные моменты для укоренения, да, очень много было споров, что на воде виноград укореняется хорошо, что ж вы воду так не любите. Действительно, он укореняется на воде и достаточно хорошо. Ключевое слово «достаточно». Но не так хорошо, как в других средах. Я очень часто, я вам сделаю сейчас нарезочку, просто покажу примеры. Видела, во-первых, разницу в укоренении. То есть в каких-то более воздушных средах укореняется гораздо быстрее. Вот, смотрите, черенки стоят в воде. Стоят они уже почти три месяца. Но на самом деле и не живут, и не умирают. Ну, это экспериментальная партия. Скажем так, конечно, большинство из их собратьев пустили корешки, и все с ними хорошо. Часть сгнила и была выкинута. А часть вот такая вот стоит непонятно какая. То есть не живет и не умирает. Причем, вот смотрите, специально достает. То есть вроде и побежек какой-то есть. А на пятке ничего. Вот совершенно ничего. Она не хочет прорастать ни в какую. А вот, смотрите, еще примеры. Таких примеров у меня было несколько. Обратите внимание, где пошли корешки. Пошли выше. У меня стаканчик непрозрачный, поэтому уровень воды будет сложно показать. То есть на самом деле уровень воды у нас вот так. И потом она чуть-чуть еще по стволику поднимается. То есть корни идут выше. Я вам покажу сейчас еще несколько примеров, когда корни появлялись еще выше. Не здесь внизу, где была вода, а на разделе, либо еще, еще выше. И это как раз и говорит о том, что мне не нравится им воде. Конечно, большинство корней дает воде. Это действительно так. То есть вы обратили внимание, на примерах я вам показала, что вот там в воде конкретно эти черенки, они не захотели пускать корешки. Это были абсолютно хорошие, нормальные черенки. Но там внизу в воде, несмотря на то, что я следила за уровнем, я наливала воды мало, все как положено, но не хотят они там пускать корни, и они стали пускать корни выше. Но могут пустить корни выше, а могут и не пустить. И тоже первые годы мы ставили укоренять на воде. Было и два месяца у меня некоторые черенки стояли, и три абсолютно нормальные, здоровые черенки. И они и не жили, и не умирали. То есть на воде, в некоторых случаях, это не значит, что во всех, но в некоторых случаях укореняться может долго и плохо. Более того, если водичка начинает там немножко закисать, затухать тоже, и низ черенков может обрастать всякими вот этими микроорганизмами, что тоже никак не способствует укоренению. А вот в других средах, ну, я просто убедилась на своем опыте ни раз, ни два, ни три, что укореняется гораздо лучше. Хотя укореняется во всем. Более того, сразу скажу, что если вы все-таки хотите ставить на воде, решать все равно вам. Вы будете делать так, как вы считаете нужным. Но если вы видите, что что-то у вас совсем идет, ничего не так, сможете смело переносить вот в те же опилки, в тот же мох. Еще вот, честно, от чего хотелось бы вас предостеречь, опять же, решать вам. Но такой метод проращивания укоренения черенков, как во влажной тряпке или во влажной газете. Метод очень сильно тиражируемый, на самом деле он больше тиражируется на проращивании черенков роз. Но многие советуют и для винограда. Даже в одном из, наверное, первых видео по укоренению виноградных черенков я снимала. То есть мы тоже решили, что это классный метод, там же все просто. В тряпочку влажную завернул, на полочку положил и будет нам счастье. Честно, я лично, я у вас может быть тоже абсолютно другой опыт, очень сильно в этом методе разочаровалась, потому что тряпка там затухает и это жуткая вонь. Поддержать влажность. Сильно переувлажнишь эту тряпку, плохо. Мало переувлажнишь, черенку там будет сухо. Поэтому, то есть метод сам по себе, там во что-то завернул, положил на полочку в горизонт, хороший. Но лучше использовать не тряпку. Для этого, опять же, есть другие материалы, опилки, кокос, ну что-то там еще мох классно, то есть что-то другое, то, что больше накапливает влаги и в то же время является более воздушным. Ну, я же говорю, я рассказываю вам свой опыт. Более того, тоже, когда мы говорим о том, что ой, но виноград хорошо укореняется, у нас же были случаи, когда у нас черенки не укоренялись. Один сорн мы покупали два раза, причем никаких вопросов к черенкам, именно к качеству черенков не было. Это были замечательные, красивые, хорошие черенки. Два года подряд мы их покупали и не укоренилось совсем. Ну вот, что-то не пошло. Тогда мы тоже укореняли на воде. Конечно, может случиться и так, что что бы вы ни делали, как бы вы ни старались, какой-то черенок может не укорениться. Напомню, растение всегда в открытой системе. И что на него повлияет в данный конкретный момент? Влажность, освещение, температура, ретроградный Меркурий, да, все что угодно. Такое тоже может быть. Но своими действиями определенными мы можем помочь черенку, чтобы ему было укорениться легче. Также все эти примеры, что я закопал с осени, у меня стало расти, я весной там, втыркнув в землю, у меня стало расти. Напоминаю про свой пример. Может расти, может не расти. Мы за последних несколько лет испробовали очень-очень много. Что-то работает, что-то не работает. То, что самое рабочее, именно эти способы я вам и показываю. А дальше вам решать, как бы использовать это, либо не использовать. Конечно, если черенков у вас достаточно, то можно экспериментировать со всем чем угодно. Если черенков, например, ограниченное количество, либо эти черенки дорогие, а есть черенки не просто дорогие, а очень дорогие, то, конечно, желательно приложить максимальные усилия, для того, чтобы этот черенок пророс. Но в любом случае решать вам. Напоминаю еще раз, что каждый сорт винограда укореняется по-разному. Более того, даже в разные годы черенки даже одного сорта укореняются по-разному. Когда, казалось бы, красивые, хорошие толщины черенки могут укореняться не очень хорошо, а совсем тоненькие укореняются замечательно. Даже бывает и такое. То есть, есть факторы, которые мы можем предусмотреть, есть факторы, которые мы предусмотреть не можем. Но что мы можем сделать, это помочь нашим черенкам укорениться. Но, повторюсь, решать вам, и зачем все вот эти танцы с бубнами, нужны они вам или нет, тоже решайте вы сами. Самое главное, что я хотела донести вам этим роликом, что несмотря на то, что виноград растение, которое замечательно укореняется, все же вы можете столкнуться с определенными трудностями. Ну, а кто предупреждет, тот вооружен. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки в комментариях, пишите свое мнение и задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку «Ищу», будет ссылка на каталог наших сортов и награды, мои контакты. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok